Приветствую всех любителей рыбалки! Меня зовут Евгений. Сегодня нахожусь на Вячеславском водохранилище. Приехал на пару дней, на пару ночей. В общем, у меня радостное событие, для меня лично. Будет у меня первая ночь в моем чуме. Ночь и рыбалка. Ну, короче, надо здесь сейчас мне, а водоем большой, определиться, как поймать, где найти рыбу, где поставить палатку. Если в любом месте в каком-нибудь поставишь, ничего не поймаешь. Короче, есть три варианта, как найти вот на таком большом водоеме рыбу. Смотрим вот так по сторонам, где куча народа, палаток, значит там рыба клюет. Но это не мой вариант. Второй вариант, это узнать у егеря. Ну, здесь рыбалка платная, он сейчас по-любому подъедет или найти его, и поинтересоваться, где можно поймать здесь, где стать, поймать рыбу. Ну, здесь водится судак, окун, щука. Ну, есть еще и третий вариант, методом тыка. Но этим сейчас и займусь. Вот хочу найти вот здесь какую-нибудь бровку, ну, чтобы метра 4-5 было, и со свалом там на 10-12 метров. Благо, есть чем бурить. Сейчас набурю лунок вот так и промерю глубину. Определюсь и поставлю палатку. В общем, погнали, время терять не будем. Всем приятного просмотра. Сейчас возле машины пробурю луночку, посмотрю глубину. Проверю. В ту сторону пробурюсь в ту. В общем, в прошлый раз, в прошлую рыбалку, пользовался приложением. Ну, она показывает типа глубины. Вообще некорректно работает, короче. Ну, я не стал уже говорить, что за приложение, зачем что-то рекомендовать или советовать, когда оно не работает, короче. Вроде бы сначала раз смотрел, пробурил в прошлый раз. Типа совпадает, ну, там полтора-два метра глубина разницу показывает. Ну, думал, может, вода упала. Потом нашел на этой же карте, короче, глубину там 15 метров. Поехал, пробурил, 3 метра показывает. Короче, удалил это приложение, и вообще оно ни о чем, короче. Ай, блин. Ну, сейчас здесь проверим. Методом тыка это самый лучший вариант. Уже точно будешь знать. Ну, сейчас гляну, что показывает глубина. Так, отпустилось. Раз, два, три метра. Так, три метра. Сейчас туда дальше. Надо метра четыре найти, наверное. Три метра. Сейчас дальше пойду. В общем, удачно припарковался. Вот тут, где рядом пробурил, здесь три метра. Вот метров пять от нее уже четыре идет. И вот еще метров пять от той лунки. Там четыре с половиной. И вот отсюда метров, наверное, тридцать. Уже девять метров глубина. Не знаю, туда дальше не ходил. Но, в принципе, девять метров для судака, я думаю, нормальная глубина. Но я вообще хочу половить судака. Ну, здесь и щуку. Ну, наверное, щука, она вот здесь на трех-четырехметровой глубине будет ходить. А там в яме, наверное, судак будет ходить. А в палатке буду сидеть, ловить, прикормки сделал. Там что попадется, подлещик, платва, окунь, короче. Все. Сейчас расчищу территорию. Все покажу. Покажу свой новый чум. Сейчас прям до льда расчищу. Расчистил вот такой квадрат. Ну, вроде должно поместиться. Сейчас начну с пола. Покажу пол какой. В общем, пол идет вот в таком чехле на замочке. Сейчас я его вытащу. Вытащим вот так. Вот и все. Сейчас спросите, почему чум. Сейчас все увидите. Ну, пол сделан из непромокающего материала. Сейчас разложим, покажу. Он сделан ячейками. Каждая ячейка вот здесь отстегивается. Можно вытаскивать вот отсюда утеплитель. Утеплитель здесь вот один сантиметр у него получается. Если есть желание... И вот она моя палата. Палаточка. Это палатка от компании Higashi. Называется Чум. Сейчас мы ее распакуем. Вот такой чехол у нее. В комплекте идут вертыши. Веревка. Веревка. Вот такие вертыши. Наверное, сантиметровый диаметр у них стали. Мощный, плотный. Сейчас посмотрим, как будто кручился. Веревка ладочка. Ну, я ее уже раскладывал во дворе. Она вот спокойно в этот чехол, без никаких трудностей входит. И выходит. Вес палатки сухой 19,5 килограмм. Транспортная длина у нее 185 сантиметров. Вот она моя красавица. Палаточка от компании Higashi. Чум Про. Рассчитана для экстремальных температур. Северных морозов. До 45 градусов. Ну, естественно, чтобы обогреватель какой-то был. Вот такой классический нежно-голубой цвет. Приятный, как небо. Крыша такая серая. Верх материала. Нейлон 300D. Ну, можно под ним небольшой дождь. Она не будет промокать. Мокрый снег. Она, короче, не будет промокать. Обратите вот внимание. Вот здесь люверсы. И они в полу. И на юбке. Они вот совпадают с этими люверсами. В полу. Сейчас я вот сюда колышки закручу. Ну, так везде по кругу. И уже плотно будет держаться. Палаточка. Имеет она форму пятигранника. На каждой грани имеется вот такое прозрачное окно. И вот такой клапан утепленный. Она, палатка, сама трехслойная. Вот здесь нейлон 300D материал. И внутри вот она белая. Тоже нейлон 300D. А внутри утеплитель термал. И проварена термостежкой. Вот так завернул. И будет светло в палатке. Можно наблюдать за жерлицами. С пяти сторон. Сейчас потом зайдем вовнутрь покажу. Сейчас откроем, чтобы там светло было. Классно продумано. Вот это окошко тоже прозрачное. Она из морозостойкого материала сделана. Она снимается. Также есть, ну, не в комплекте. Отдельно москитные сетки сюда. И вот сама вот такая есть, как планка, как вот это окошко. Под дымоход. Вот она у меня есть. Сейчас определюсь, где поставлю печку. Но пока окна сейчас откроем. Так. Вот не докопал. Проверим, как заходят колышки. Так. В лед. Сейчас есть вот такие насадки на шуруповерт. Можно быстро закручивать. Ну, идет. Врезается. О, спокойно идет. Сейчас по всем сторонам прокручу. Да. Легко. Хорошо. Все, поджали пол. Также есть вот здесь место под растяжки. И вот такая светоотражающая полоска. Ну, мало ли, в темноте кто-нибудь будет гонать, уже будет видеть, что здесь палатка стоит. А, колышки. Ну, так, чтобы не спотыкаться. Палаточку сделаю на эти, на растяжке вот с трех сторон, с подветренной стороны. Сейчас присыплю ее хорошенько, чтобы нигде не продувало. И зайдем вовнутрь. Все. Пойдемте вовнутрь. Добро пожаловать. Тут еще заметил, вот такая юбка идет на замке. Ну, это чтобы когда дождь или мокрый снег, на замок не попадало, не промораживался он. Ну, все грамотно продумано. А, это липучки, наверное, внутри пристегивать. Так, а где второй замок? А вниз? Легко расстегивать. Вот это да! Ух, здесь уже тепло. И светло. Вот этот белый материал. Сюда повешу лампочку, и он будет отражать свет. Ой, класс. Что здесь имеется? Два вот таких накладных кармана под всякую мелочевку. Раз. Два. Ну, как говорил, пять окон. А, вот такая этот. Вытяжка. Сколько штук? Три штуки. Получается. Вентиляционные. Вентиляционные окошки. Так, что тут написано? Предупреждение на английском. Ну-ка, в школе учился чуть-чуть. Так, не ставить печь вблизи материала. Не разжигать огонь внутри открытый. Так, что еще? Не курить. Не готовить. Ну, это не готовить, это не ко мне. Готовить будем обязательно. Короче, она по высоте. Вот разложено, видите, 2,10. Вот здесь между каждыми гранями, ну, вот, угольник. Здесь 2,10 это расстояние. Раскладушка в полный рост сюда двухметровая влезет. Вот, по 2,10, по 2,10. Сама палатка имеет размер 3,30 на 3,30. Сейчас вот здесь, а, и вот здесь я насчет пола же хотел показать, как рыбачить. Здесь вот такая фишку они сделали, чтобы не дырявить пол. Вот так отстегнул. Сделал лунку и рыбач. Можно парочку сделаю. По-моему, отстегивайся сколько хочешь. А на ночь закрыл, и все, ничего не проварится. Вот сейчас теперь хочу определиться, куда поставить печку. Куда, в раскладушку. Так, наверное, печку я вот здесь поставлю. Сейчас ставлю вот это окно под вытяжку. Ой, под вытяжку, под трубу покажу, какое оно. Что-то убираем прозрачнее. Ну, здесь я буду рыбачить, получается. Ну, да, вот здесь печка. Самый раз, наверное, раскладушку, наверное, вот сюда куда-то поставлю. Ну, сейчас разберемся. Вот такая тоже окно под трубу. Ну, вот здесь жесть. Ее можно разогнуть под любой диаметр трубы. Сейчас мы ее установим. Занесу печку свою малюрку. Вот. Вот, все. Это уберем пока. А вот это можно и в кармашек пока убрать. Вот так, потом разберемся, что куда. Ну, и вот отсюда соком буду наблюдать. За жерлицами. О, видно все. Так, сюда посмотрим. Сюда посмотрим. Ну, не прям так прозрачно. Но видно все. Флажок увижу. Дров я, кстати, вон, по дороге навез. Целая гора. Ой, он уже, наверное, часа полтора, короче, расставляясь. Рыбачить когда буду? Надо жерлиц еще на вечерку поставить. Сейчас уже, наверное, часа два что-нибудь кушать приготовить. В духовочке. Ну, в общем, вот так расположился. Ну, что-то неправильно пока. В первый раз. Не, ну, потом разберусь. Ну, уже как есть, так есть. Сюда печку поставил, куда хотел. Сейчас ее, это раскачегарю. Здесь раскладушка. Ну, столик можно двигать сюда, к раскладушке. Посидеть, покушать. Кресло поставил. Лунки там буду делать. Может, даже вон там отогну, возле печки буду сидеть, рыбачить. Пару лунок сделаю. Или эту сторону, раскладушку сдвину. Еще костерок разведу, чтобы теплее стало. Вот так. Ну, давай, гори, гори. Ясно. Чтобы не погасло. Закроем. О, пошел процесс. Думаю, не близко там она к стенке. Сейчас что-нибудь придумаю. Ткань натянуть надо как-то. Ну, вот эту стеклоткань вот так на скотч закрепил. И там расстояние получается с ней. Я думаю, нормально будет. Уже кочегарит. Сейчас поставлю готовить утку. Я утку дома замариновал. В духовочку засунем. Дровишек подкину. И пойду, наверное, жерлицы расставлю. А потом уже вечерком здесь подкормлю. Хотя надо сейчас, наверное, подкормить. Блин, не знаю. Зачем хвататься? Ладно, сейчас раздеремся. О, процесс пошел. Труба нормальная, тяга хорошая будет. Надо, наверное, растяжки на ней. Вот ветер сейчас прям метет уже. Следы вот эти заметает мои. Не знаю, если начнет сдувать, надо что-то придумать. Растяжки сделать. О, Николай-то. Какой-то кочергу сделал. И совочек какой сделал. Классный. Выгребать. Ну, здесь дверь-то открывается. Можно выгребать куда-нибудь. И он модернизировал. В начале видео я показывал. По-другому она была сделана. Сейчас он дверь плотную сделал. Эту убрал. Вот это было вытягивалось. Как зольник. Сейчас он не вытягивается. Чисто вот такая шиберная заслонка. Тут тоже заслонка есть. Но она открыта у меня. Блин, ну. Уже жарко. Сейчас градусник повешу. Двери открыты. Если закроешь, наверное, задохнешься. Блин, от жары. А я дома замариновал утку. Ну, тут в маринаде что? Соевый соус, мед, горчица, черный перец, масло. Сейчас дырочки сделаем. И пусть стоит, жарится. Готовится на ужин. И картошки 4 штуки положил на гарнир. Так. Ну, здесь уже жарко. Что здесь получается? На улице 5, минус 5,3. Здесь 14,3. Вот так сижу, аж голову печет. Сейчас в палатке сделаю пару луночек. Прикормлю место. Вот эту снял, чей-то чехол. Как раз вот здесь будет. Ох, жара стоит, блядь, под печки. Точно, что теперь переживаю. Но я закрыл, вроде нормально. Я подвинул еще сюда палатку. Ой, палатку. Сделал пару луночек. Сейчас подкормлю. Сварил кашу эту гороховую. И туда добавил эти семена кориандры. И еще магазинную прикормку взял. Такую уже готовую. Сейчас закину, пусть стоит. Рыба манит. Алюминиевые хабы у этих палаток идут. Ну, это фирмы Higashi. А эти дуги из стекловолокна. Надежные. В общем, выставляю жерлицы. Вот первую ставлю. 15 сантиметров поднимаю от дна. И их переделал, убрал колокольчики. Потому что они, блин, надоели мне. Звенят и звенят. В машине звенят. Тут звенят, короче. И здесь вырезал в катушке. Теперь флажок вот так втыкаю, как положено. И она уже вот сработает. Если клюнет, нормально. Вылетать не будет. Все, сейчас все расставлю. Жерлицы расставил с десяток на судака. Ну, глубина первая была 9 метров. И остальные получились на 11 метрах. В палатке тепло. Сколько? 12 и 2. А на улице 9 градусов. Ну, печь она вот практически не горит. Там вот один этот брикет горит. Сейчас посмотрю, что там с уткой у нас. Да надо уже пообедать. Да не пообедать, а поужинать. Пока все, блин, долгая история. Ой, блин, кайф. Сейчас я поляну накрою. Ужин мой готов. Посмотрите, как уточка запеклась. Такая корочка румяная. Картошечка. Здесь у меня аджика. Оливки, огурчики. Ну, сейчас поужинаю. Ну, у меня и обед, и ужин будет. Все сразу. Ну, всем приятного аппетита. Кто за столом. Мягкая. Вот тут тема. Картошечка. Блин, вкусная. Картошка тоже пропеклась. На улице метет жестко. Смотрел, там на легковых машинах позастревали. Там какой-то джип их вытащил. И уехали быстрее отсюда. Да, лишь бы меня не замело. Палаточка мне понравилась. Все сделано качественно. Ну, и тепло, тепло держишь. Ну, мороза такого нет на улице. Да с такой печкой. Мне кажется, просто ляжешь, возле нее будет тепло. Да, чересчур здоровая, блин, получилась. Зато она сразу не прогорает. Подкинула. Долго тепло держит. А я даже где-то год назад вот об этой компании, Хигаши, ничего даже и не знал. А она уже, оказывается, работает на рынке с 2007 года. Ну, у них свои разработки есть. Своё производство. И занимается экспортом тоже товара с Японии. Сама компания в Владивостоке находится. И оттуда... Ну, в общем, ссылки оставлю на ихний сайт. Зайдете, посмотрите, что они производят. Палаток там разных видов. Рыболовные снасти, спиннинги, катушки, приманки. Чего только нету. Ну, я уже пользовался. У меня спиннинги ихние были. Понравились очень. Подсак. В Казахстане мало кто вообще знает об этой компании. Но вот буду знакомить с новинками. Оставлю этот тоже телефон представителя в Казахстане. Вот эта компания Хигаши. Руслана его зовут. Ну, она сама компания. Оптовые у неё только продажи. Работает с ИП, ну, с магазинами с большими. А так можно уже... Ну, в Казахстане тоже есть. Даже в Астане есть уже эти товары. В магазинах некоторых. Просто спрашивайтесь, что интересует. В магазинах вашего города. Ну, на сайт зайдёте. Там все эти адреса, всё есть. В общем, кушаю. Потом попробую на удочку половить. Ну, давайте ещё раз всем приятного аппетита. Покушать не даёт. Вон, смотри, флажок стал. Ну, я думаю, не ветром его сдуло, наверное. Вон стоит. Ладно, покушаю. Потом пойду проверю. Стрельнула. Потому что ветер-то, он такой мощный. Я и ставил, а он все стоят. Потом гляну. В общем, перекусил от души. Пойдёмте посмотрим. Что там сидит, что-нибудь не сидит. На рыбалку же всё-таки приехал. Пошёл. Он стоит. Ну, сейчас я его вытащу, посмотрю. Мало ли. Посмотреть, хоть живец есть. Нет, ничего. Ну, первый блин комом. Сейчас живца посмотрим. Значит, ветер сорвал. А может, и этот муж живца нету, может. Судак сдёрнул. Оп. Что-то. О, бодрый. Бодрый живец. Я хороший. Хороший. Сейчас поплотнее сделаю. То ли ветер содрал, то ли что. Всё иди. Солнце уже садится. Смотрите, как метёт. Видно, не видно. Прямо стелится. Ну, вот ветра дуй. Ну, ветер хороший. Южный. Ну, сильный. Вчера вообще шикарная погода была. Прогноз клёва сегодня не обещал, что будет клевать. Подавление. По лунному календарю хороший клёв. А палатка, оказывается, вон ещё сверху. Отражатели стоят у неё. Увидел. Издалека на неё светишь, видно, что стоит. Вон, как отражает. Классно. О, дымок идёт. В палатке тепло. В чуме. Сейчас одну. На дно отпущу на леща. А есть вторая удочка. Там гвозди-кубик или как он называется. Сейчас я попробую поиграться. Кто-то дёргает. Ох ты. Наверное, палатва. Гвозди-кубик. Есть. Это у Руслана. Магазин Тайга. Мормышка в Альфрановой. Ого. Ну, палатвица такая. Хорошая. Вот такая самая тема на нарезку. Но ничего не оставил. Так, первую не отпускаем. Сейчас какой-нибудь пакет возьму. Уже пару штук поймал. Плотва так больно не интересует. Это вот леща бы половить до окуня. Ого. Там один мотылек остался. Сейчас попробую вообще без мотыля выманить ее. У меня так переворачиваю. Лучше играет. Есть. Плотва тоже скопилась. Ну, хорошее плотвище. О, и здесь вот. А вот это на дне лежит. Он поддергивает. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что, здесь есть что-нибудь мотылек? Нет, вот пустая. Сейчас на пустую попробуем. Пустая мормышка. Уже дернул разок. Есть. На пустую. Может, вот это даже окунь быть. Потому что... Нет, плотва идет. На пустую. О, нет ничего. Я не знаю, зачем вообще мотыль нужен. Но вот это завтра мормышку я покажу. Крупным планом. Просто вот пустая. Уже вон сколько надербанил. Платвички. А я с них приготовлю консервы. У меня вроде есть рецепт. На канале. У меня два канала. Один кулинарный. Не знаю, на каком-то вроде было. Я вот консервы делаю вот из этой рыбы. Вкусные получаются. Вот все. А, две штуки поймал на это, на мотыля. Остальных вот так, на голую мормышку. А, вот. Есть. Я думал, хотел сказать, когда хочешь поймать, она не клеет. Ух. Ну, та на дне лежит. Я вот хочу леща поймать. Да все, 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 не прыгай. Короче, нормально. Можно плотвички натигать. Она здесь чистая, вкусная. Опа. Вот такие. Нормальные. Все стандарты идут. Ох, витрина. Пока с плотвой развлекаюсь, смотрю, два флажка стоит. Он там крайний, и вот этот он не стрелял. Сейчас буду вытаскивать. Вот так подматывать не буду, как раньше делал. Ну-ка, давай. Так. Здесь нету. Надеюсь, там может есть. Сейчас пока это будет пускай отпускается. На дно ту проверю. Даже флажок упал. Ничего себе. Ну-ка. Нету. Нету пока холостые. Но ничего. Он встал. Только что встал. Я думаю, что выход пошел. Ладно, это сейчас заряжаю. Наверное, тоже живца нет. Видно, судак подошел. Время 11 часов. Так я судака и не поймал. Надеюсь, на утро. В палатке удочки стоят. Там прикормлено место. Пару раз дергало. Ну, как стемнело. Одного чебака там вытащил. Надеюсь, на завтра. Всем доброго утра. 9 часов утра. Спалось хорошо. Тепло. Три раза вставал. Подтапливал печь. Сейчас выглядывал в окошко. Смотрю, две жерлицы стрельнули. Пойдемте проверим. Потом здесь открою. Посижу на удочке, порыбачу. Ну, вот первая жерлица. Сейчас посмотрим. Я думаю, не припечатала лунки. Нормально. Так. Нету здесь ничего. Что такое? Малька, видно, стащила. Сейчас вторую проверим. Нет малька. Короче, надо все проверить. Сейчас все, наверное, проверю. И малька свежего нацеплю. Пусть проверим. А это... Нету тоже ничего. Е-мое. Интересно-интересно. Малек есть? Че пойму. Вымотала сколько, а? И малька тоже нет. Стоит моя красавица. И цвет юрты у нее, блин. И жерлицы сделал тоже, блин. Под цвет палатки. Комплект. Луночки даже не замерзли. Не сузились. Сейчас попробую на безмотылку. Прикормлю тоже чуть-чуть. Половлю в палатке. Там перезарядил все. Где-то не было живца. Где-то был. Ого. Моя мотыля подсадил. Что-то без мотыля пробовал. Может, окунь? О, чуть тяжеленько. Наверное, платва. Ох, крупная какая. Стоять. Все-все-все, не прыгай. О, хорошая платвичка. Сидел в палатке, ловил. Платва ловится. Сработка. Сейчас глянем. Ну, будет здесь рыбка или нет-то. Недавно только сработала. Ну-ка, давай. Их, блин, нету ничего. Ёва-моё. Ладно, перезаряжаем. Надеемся на лучшее. Одного окушка поймал. Видно, окунь подошел. Сейчас попробую на игру. Ну, он с тайками же ходит. О. Есть. Ух ты, и ушел. Ну, что-то такое тяжеленькое было. Вот окунь я хотел бы половить. Кто же жерлица стреляет? Не пойму, уж мелкий судачок. О-о-о-о. Это что-то тяжеленькое. Хорошее что-то. Хи-хи. О-ху-ху-ху. Тянет как. Да ты что? Кто это? Да ну, внуку не хочет заходить. У-у-у-у. Вот это окунь. Вот это да. Вот это хороший окушок. Хо-хо-хо-хо-хо. Класс. Ну, зарисовался. Ну, такая рыбалка мне нравится. Опять кого-то подцепил. Тоже сопротивляется хорошо. Да, окунь. Окунь. Вот такие горбачи попадаются. У-хо-хо-хо. Как в Якутии. О-о. С краешку все. И еле держался. Тут остатки мотыля. И берет. О, есть. И пошла жара. Вот это тоже нормальный. Походу. Окушок. Сто процентов. У-х ты. Красота. Опа. Ха-ха-ха. Ну, кайф. Ну, ты молодец. У меня радостная новость. Смотрю, там мой флажок упал. Он, видно, ночью или что. Я думал, он заряженный. Это самый дальний. Подошел, ну, и мотаю, вытаскиваю. Судачок. Ну, небольшой. Но уже. Красавчик. Попался. Такой. Пойдет. Блин, камеру не взял. Ох. Когда пошел. Еще рыбашка вон там подъехал. Рядом будет рыбачить. Что-то склеет. Я говорю, да так. Окун лодится в палатке. Вот такие офушары. Запрыгали. Задергались. Ух. Ну, жерлицы стоят. Тишина. Кто-то. Ну, не окунет. Ох. Платвичка. Небольшая. Еще и покоцаная какая-то. Вчера говорил, покажу мормышку, на что идет. Даже без мотыля. Походу, как гвозди-кубик, что ли. Вот такая маленькая. Цвет здесь голубой. Здесь зеленый. Но она флюористентная. Гвозди-кубик. Это вот у Руслана в магазине Тайга. Большой выбор всяких мормышек у него. Вот сейчас попробуем. Просто на игру. Поймать. Пустая. О. Хе-хе-хе. Хар был. Был и всплыл. О. Есть. О. Рабочие. О, что-то хорошее. О, плотвичка. Без мотылка. Оп. Хе-хе-хе. Ну, интересная ловля тоже. О. И сразу. О. Есть. Эх ты, ушла. Чуть повыше от 1. О. Есть. Что такое? Что такое? Минуты покоя. Плотвичка поклевывает в основном. А вот тут кто-то сходу. Это кажется, у окон что-то тяжелое. Ух ты. Прям забирает удочку. Ё-моё. Кто это? А-а-а. Тихо-тихо-тихо. Только не сорвись. Блин, удочку забирает. Ах. Леска тонкая. 0.12. О. Ё-моё. Только не уйди. Кто это? Давай-давай-давай. Вот это кабанчик. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это да. Вот это окунёк. Блин, красавчик какой, а. Здоровинный. О-о-о. Сейчас я тебя отпущу. Ой, отпущу. Ха-ха-ха. Цифлю, блин. Ушат ловлю. Вон егерь подъезжал, уехал на снегоходе. Опять вон-то стрельнул, который вот заряжал только недавно. Ну, посмотрим. А-а-а. Нету ничего. Что ж такое? Амалёк-то есть? Ну, блин, глубина хорошая. Нету. Нету малька. Сижу потихоньку, ловлю. Жерлицы молчат. Уже прилично надолбал он. Это за всё дня. И окунь нехороший. Вот сейчас только что одного вытащил. Ветрюга какой, блин. Метёт. Как завтра выбираться буду, блин, я не знаю. Посмотрим. Думаю, наверное, вечером перебурю все жерлицы. Свежаков, живцов поставлю на ночь. Может, ещё судачок попадётся. В общем, сижу, балдею, отдыхаю. Класс. Сейчас попозже пообедаю. Чё-то пока неохота. Утром поел. Проверяю жерлицы на наличие живца. Ну и смотрю, примерзли, не примерзли. Тут примерзло. Все две проверил, нормально было. Слегка, нормально. Не буду перебуривать. Это снег замёрз. Ну-ка глянем. Есть живец, нету. Есть, но мёртвый. Или живой. Ну-ка. Я свежего поставлю. Жерлицу. Все проверил, везде малька. Свежего насадил. Ну, где-то и живой, бодрый был, его оставил. Поклёвок нет. Ну, там мужик сидит тоже на щуку. Блин, хорошо не поставил. Тишина у него тоже вообще ни одной не поймал. Посижу на удочку, что делать. Сукашу туда вывалил. Может, подошла какая-нибудь рыба. Погоняй её. Латвичка, как у ней. О-о-о. Вот это удобная вещь. Вот так насаживать по одному, блин, уже глаза плохо видит. О-о-о. Ну, давай попробуем. Подошла что-нибудь рыбка или нет. Блин, ну с утра какие окуни. Короче, он с утра что ли идёт, а может и вечером будет. Завтра с утра встану, окуней попробую надербанить. Домой. Один пакет уже собрал, наверное, килограмма три. Сейчас вот этот второй набью, соседа угощу. Клюёт, только шум стоит. Только на дно отпускаешь. Чуть-чуть от дна приподнимаешь. О, всё, пошло-пошло. Вот, сейчас на дно ложу. Вот, положил. И чуть-чуть. О. Есть. Уже пол пакета наловил. И окуни, и плотва. Но снова плотва идёт. С подсадкой ловлю. Солнышко уходит. Всё, за горизонт. Время без 26. Для зарядки гаджетов, фонарей. Взял себе вот такой аккумулятор тяговый. Титанат Алиус Голд. Ну вот, уже заряжал и фонарики. И камеры. 99%. Ну, тут запасы 103. Ну, 105 амперный. Сейчас 103 ампера осталось. Ну, нормально. Короче, на всю рыбалку хватит. Можно дней 5-6 рыбачить смело. На улице стемнело. Закрылась окна клапанами. Печь горит, тепло. Посмотрел, блин, жертвецы молчат. Да и видите, здесь лунки тоже закрыл пол. Завтра пораньше стану, хочу окуня половить. Окунь вкусная рыба. Уж с утра будет хорошо клевать. И как раз и осталось. У меня этого мотыля немного. Не буду тратить на завтра. Пораньше лягу сегодня. Ну, я, наверное, килограмм... Килограмм 5, наверное, наловил. И плотвы, и окуней. Как раз лимит. Сколько положено. Так, луточки уберем. Все уберем. Ну, палаткой доволен я бы, наверное, хорошо прям в ней. Просто еще хочу разобраться, как... Как будто что-то не по уму стоит, блин, неправильно. Приходится это туда двигать, стол сюда, кресло туда. Вот из-за печки, я думаю, надо с печкой определиться. Куда-то ее вот туда, что ли, в угол поставить. Посмотрим. В следующий раз, наверное, лучше будет обстановкой. Если так, допустим, вдвоем здесь ночевать, рыбачить, то это не знаю, куда что поставить. Вот это место, где лунки отстегиваются, наверное, надо в другое место. Куда-нибудь туда, где дверь делать. Да, скорее всего. И здесь уже можно будет раскладушку, считай, поставить. Да, если там рыбу ловить, возле двери на выходе. А здесь будет раскладушка еще одна ставить, а печь туда. Может, будут поклевки, буду выходить еще. Ну, сейчас сколько? 7 часов, только рано. До часов 9 и похожу. Фонарики есть, если что, засвечу. Время 9 часов. Сходил, только что проверил жерлицы. Ни одна не стрельнула. Тишина. Печь подтопил. Тепло. На улице сколько? Минус 11. А здесь палатки. На уровне головы 15 градусов. Думаю, надо что-то с печкой сделать. Не пойдет такая, блин, базука, здоровая, тяжелая. Наверное, обрежу вот эту духовку. Будет такая маленькая, чистая печка. Не пойдет. Много места занимает. Да и таскать ее, возить. Не пойдет такой вариант. Переварю, переварю. Ну, или к Николаеву обращусь, обрежет ее, ножки переделает. И будет такая квадратная, компактная. Будем так сверху готовить что-нибудь. Еду какую-нибудь. Всем доброе утро. Время 7 часов утра. Два раза за ночь просыпался. Подкидывал в печку. Тепло, хорошо. Думаю, сейчас подкормлю место. Прикормка есть? Уже готовая. На утрянке. Но еще на улице темно. Лунки даже не замерзли. Чуть на дно идет. Сюда пучу уже. Чай поставлю пока чай, попив по-завтраку. Ну, сейчас здесь облако будет хорошее. Вот, солнышко уже встает. Да и клев начался. Вот и первая утренняя поклевочка. Минут 15 сидел, выдразнивал. Не знаю, кто это, окунь. Если окунь, то хорошо. Ничего себе, подлещик. Да и нормальный такой. Пойдет. Ну, а жерлицы молчат. Ну, что сделаешь. Рыба она такая. Ух ты! кто-то подошел он тоже что ли подлещик пошел какая у меня нет это горбачок хороший какой красавчик вот он классная ух какой ну-ка подними свой плавничок пойдет пошла жара подошло вот сейчас вейна сколько времени от посмотреть даже не посмотрел сейчас на раз десяток поймаю окуней то пойду жерлица снимать может там и примерзла и сидит судачок как вчера кого-то выманил плотвичка может и не он не знаю короче это кушат акуша тут у меня кушат ну не очень активная рыба учит шум такой показался как будто жерлица стрельного ну кусь не тишина показалось оказывается потихоньку идет плотвичка в общем сидел думал как вот здесь вообще неправильно все расположен да и печь здорово уберу вот эту духовку вот так обрежу останется чисто вот эта маленькая печка вот эти ножки вот сюда приварю это тоже останется и вот эту печку я думаю вот сюда по центру поставлю она будет здесь по центру стоять из двух сторон будут лунки а здесь вот раскладушки две штуки можно поставить смело посередине стол а так вообще вот это базука стоит были ни туда ни сюда блин пол чума занимает были на на и пойдет такая печь были жалко труды конечно мы николаем и мои финансы малина начать делать ладно будет уроком ну зато приготовил в этой печи пару раз вкусные блюда даже три раза один раз с николаем готовили два раза сам еще не будем расстраиваться было чё то есть ух ты чё то тяжелое или нет или кажется окунь скорее всего а молочек стой 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 стоп стоп т и за верхнюю они берут почему-то губу кого-то выманил нормальный окунь похода сопротивление такое у него ух ты как головой кивает стоп хорошая кушата через раз то окунь то плотва хороший кто-то чувствуется окунь хороший все они стандарты вчера покрупнее был один тоже неплохие горбачи вот здесь кто-то вот нормальный подсел уже думал эти жертвы собирать всегда так подлещи кому-то они окунь окунь а ты красавчик спасибо тебе за эмоции совсем мелкая живцова ну буду закругляться пойду сейчас соберу жерлица печь уже прогорает если вдруг там сработка есть но сработки флажки они не горят я имею ввиду если лунка примерзла бывает так леска и там сидит рыба я ее сниму на видео первую снял вот это сейчас жерлица прямо на глазах щелкнула я не знаю не мотает вроде пока ладно просто еще до нее как раз дойду да ну только начал плевать когда я собираться начал ой блин витрина какой с морозом схватил и на мелко подтягивать вот добрался до нее но не просто так она сработала всю ночь стояла и ветер какой был дай бог дай бог сильно не примерзла но и нет ничего ну ладно расстраиваться не будем но глубина здесь были конечно хорошие 11 метров живца стащила и все молодец конечно слой сантиметр примерзла но вот вот таких два пакета наловил рыбы но я все поклевки не снимал а то устанешь смотреть сейчас взвешу как раз весы взял сейчас один пакет это вот один пакет а вот второе это вчерашний так вот здесь по нулям так в чем здесь показывает 5900 короче 6 килограмм так а этот пакет сколько и этот пакет и здесь получается сколько 5 килограмм 5 и 6 короче 11 килограмм чуть-чуть норму вылова превысил на килограмм ну давай ничего страшного пойдет рыбалка удалась ну в следующем видео познакомлю еще с продукцией от компании хигаши есть там и удочки покажу и вот насчет костюма расскажу вот которым я носил я уже его протестировал вот ходил и ветер и все в следующем видео расскажу поедем наверное с Денисом он все на кулан кулан на кулан отпец зовет ну там щука все ну я тоже палатку там на льду поставлю ну с этой печкой разберусь правда надо ее убрать вот эту духовку я еле сюда затащил тяжелая не могу ой блин ну Коля Коля Николай сделал качаться в подарок ну давайте всем пока всем здоровья мира добра не болеем увидимся еще на рыбалке теперь будем ездить куда хотим отдыхать балдеть рыбу ловить класс класс довольный я и рыбалкой доволен и палаткой доволен сделано все качественно все швы все прошито проклеено там еще усиленные в каждом углу из плотного материала ну чтобы эти из стекловолокна прутки не разрывали все грамотно продумано все сделано ну в общем доволен я короче палаткой от компании Higashi будем рыбачить и наслаждаться рыбалкой рыбалкой и ссылку оставлю на их не сайт в общем они все производят посмотрите какой есть товар у них продукцию у них сразу говорю качественно там цена качество подешевле чем всякие бренды но качеством не отличается ну давайте ладно много разговаривать теперь блин этих хлопот больше стало сейчас буду собираться часа два три раньше щуп с юрты ушел вещи собрал и поехал домой а сейчас все кончилась легкая жизнь рыбака давайте все 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 Продолжение следует...